привет всем кто смотрит наш канал сегодня мы не под водой сегодня обратили внимание на кухне значит что-то мы будем готовить сегодня мы будем готовить уху и я поделюсь своим рецептом как приготовить быстро вкусно и качественно уху из стерлядки понадобится лук морковки чуть-чуть немного картошка самый главный ингредиент стерлядочка где я в метро взял есть такой бассейн большой выбираешь какая тебе нравится многие спорят какую крупу вложить то никакой же положить создание она крупная и не портит вкусовых качеств начинаем морковь и лук так как сейчас уже разогреется немного сковородочка чуть-чуть обжарим чуть-чуть какой чуть-чуть дольше обжарить поэтому ее первую на сковородку закладываем не обязательно там как супы готовить или еще что-то тушить главное чуть-чуть обжарить рецепта приготовления и много на самом деле самое главное ну например в астрахани у меня там родственники жилья приезжал там всех гостей встречает из ухи из сезона я из головы сезона почему у вас здесь всего много осетров и все у нас традиция такая потому что считается что ухо и сезона самое питательное очень много вкусовых качеств и ингредиентов можно добавлять сейчас из чего мы готовим не надо никаких специй никаких ингредиентов потому что все что вы не добавляете лишнего оно влияет на самые вкусовые качества стереди поэтому не зря говорят что истереди царского факта чем меньше вы туда что нибудь лишнее добавляете тем она вкуснее есть тройная ухо все только не придумать делать обувь вкуснее то что мы сегодня готовим как раз все наоборот тем меньше мы что-то там лишнее добавляем ну картошка это как бы наполнение чтобы всем угодить потому что можно и юшку без картошки и она будет очень вкусная ну традиции это добавлять картошку она не портит она на вкусовые качества этой ухи не влияет поэтому добавляем обратите внимание еще уха не закипела 3-4 минуты прошло но можно спокойно это все в кастрюльку на самом деле уха в приготовлении очень простая и намного быстрее любых супов как готовить ровно 20 минут есть два способа срезания стереди есть когда перед целой срезаешь а можно вот так вот порционно нарезала потом вот так вот аккуратно связать потому вещь очень опасные и неприятные когда особенно вкусную рыбу ешь и попадаются вот эти нежелательно чтобы попадалось она шипы обязательно надо убирать потому что гости разные бывают неопытные в ухе поэтому лучше убирать эти шипы рыбу разделали убрали то что может принести опасность травмировать человека ну это не касается бывалых рыбаков которые часто едят икру они в любом случае не травмироваться тот кто первый раз или там неопытные в поедание то в основном здесь если полностью все разделать даже если с головы снять панцирь это будут хрящи поэтому травмировать травмировать невозможно этой рыбы еще кстати перед тем как ты рыбу чистил ты жабры до удалил получается да конечно же оборудование потому что это касается принципе любой рыбы жабры должны быть удалены в любом случае поэтому это влияет на вкусовые качестве и она питается всякими моллюскими личинкой все проходит через жабы часть может остаться даже там вместо крупы мы будем добавлять вот икра сазания но также с нее нужно убрать пленки все защитные икры потому что они горчат чуть-чуть некоторым нравится это горечь воду хорошо промываешь потому что кровь тоже влияет на вкусовые качества поэтому хорошо промыть удалить пленочку она в принципе легко снимается и все остальное чем мне нравится приготовление именно из этих ингредиентов ухи как только все подготовил все это ложишь в кастрюлю как только вода закипает 20 минут и не надо ничего кроме соли ну чуть-чуть соль лаврушка и если кто-то чуть-чуть остренько любят допускается перец красный перец черный вот все что нужно для приготовления ухи здесь все готово осталось заложить кастрюлю подождать когда закипит через 20 минут уха готова приятного аппетита икру потом когда все будет готово можно на мелкий кусочек она может крупными кусками свариться но это все легко разъединяется и подается к столу ждем когда все закипит за пять минут до приготовления положить соль по вкусу лаврушку ну и как я говорил можно перец белая пенка на любой ухе она появляется но это белая пенка от слизи стрелятки ее не надо убирать потому что на вкусовые качества как раз влияет вот эта белая пенка ну все ухо готова можете посмотреть полюбоваться красота а вот сейчас мы дадим продегустировать бешеному татарину если одобрит то будем угощать гостей с удовольствием я попробую ухо это я чувствую она шикарная потому что я ел уже такую ну давай наливай тарелочку вкуснотей да даже цвет такой у нее золотистый шикарный ухо попробуем блин как всегда бесподобно что я могу сказать аксакал вкуснее твои ухи я еще уху не ел и водку можно сэкономить не надо наливать водку чтоб прозрачность появилась она всегда у нас прозрачная что-то несет гостям ну ты попробовал таможня дала добро вторая таможня то что даже третья таможня дает согласие нет третий не пойду но вторая в это максимум ну ладно спасибо тебе за такое ухо ты как всегда шеф повар наш красавчик всегда вкусняшками нас радуешь шикарно да я уже говорил чем отличается уха от рыбного супа уху готовят всегда мужчины а женщины всегда рыбный суп приготовят сейчас гости забунтуют по моему пора все пошли марат мансавч ну как ухо обалденно вообще вообще вкусно да да я говорю я такой вот вкусно ухи не ел икра чувствуется как вкус нет вкус очень насыщенный даже непонятно что содержится скажите какие слова про аксакала как повара ну просто супер да я его видел только да до этого на видео да да только на видео но сейчас в живую убедился что он по настоящему профессионал в кулинарном искусстве да ну тут поставлю хвалы ну друзья если вам понравилось видео подписывайтесь на наш канал ставьте лайки всем хорошей охоты друзья и приятного аппетита до конца и да ну да